Микс Ньюс Здравствуйте, все, кто нас слушает. Сегодня вторник, День Добрых Дел на Радио Болтком и традиционно в эфире программа «Зелёная лампа». Это программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать, то есть для нас с вами. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. В студии у нас сегодня гость я, Юлия Васильева, прима и одна из самых ярких звёзд Латвейской национальной оперы. Здравствуйте, Юлия. Добрый день. А помогаем мы сегодня трёхлетнему малышу, у которого с рождения очень тяжёлое генетическое заболевание. Оно называется булёзный эпидермолиз. Эта болезнь проявляется в том, что кожа настолько ранимая и хрупкая, что она просто при любом неосторожном прикосновении лопается и исходит, слезает. И это очень тяжело, и приходится ребёнка бинтовать прямо с детства, вот все три года его… Это те самые дети бабочки. Да, все три года мама бинтует его, и из-за хрупкости кожи, сравнимой с крылышком бабочки, эта болезнь называется, вот эти такие дети называются дети бабочки. Таких малышей в Латвии всего четверо. И наш телефон сегодня работает вот для этого трёхлетнего мальчика. Телефон, мы напомним, 9300-6384. Стоимость звонка евро 42 цента. И ваши маленькие звонки, соединившись в какую-то большую сумму, помогут этому малышу. И для того, чтобы помочь, мы каждую неделю приглашаем к нам в программу известных людей, которые известны в обществе, которые являются звёздами в своей сфере. Вот сегодня нам будет помогать оперная певица Юлия Васильева. Мы обсуждали эту историю, договорились, что мы в социальных сетях все будем делиться на своей страничке, чтобы помочь этому малышу. Таких деток всего четверо в Латвии с таким диагнозом. И вот наш трёхлетний мальчик, помощь которому нужна, это самый тяжёлый случай. Но мы верим в лучшее, потому что это никакая не безысходная ситуация, просто нужна помощь. Будем говорить о том, как нужно мечтать правильно, как нужно думать правильно, чтобы всё получалось. И для начала мы дарим Юле цветы. И, Юля, мы вас поздравляем с тем, что у вас буквально недавно сбылась очень важная мечта. Спасибо большое. Держите привет. Спасибо огромное. И мы с этой мечты мы начнём сегодняшний разговор. Да, вы не возражаете? Абсолютно. Несколько дней назад прошла премьера, вы сыграли, вы спели. Да. В Травиате. Она на самом деле первый премьерный мой спектакль прошёл в январе. Сейчас вот я выходила в Травиате второй раз. Как в первый. Потому что прошло довольно много времени. И это такая роль, в которой, мне кажется, каждый раз будет всё время что-то новое искаться и находиться. Потому что действительно, во-первых, музыкальный материал способствует этому. Он бесконечно богатый, красивый. и настолько многогранный, что действительно можно то так, то эдак его трактовать и смотреть на него. Поэтому, да, это была мечта долгих лет, наверное, ещё со студенчества. Тогда вообще не верилось, что как-то моя жизнь и карьера свяжутся с так называемым Белым домом. Не верится? Не верилось? Не верилось, нет. Так мы называли оперу. И я помню ещё с тех пор, вот я приходила в класс своего педагога Аниты Гарничи, как раз из окна через канал виднелась стена оперная. И она казалась так далеко, это был такой недостижимый, другой берег. Но жизнь идёт, и вот постепенно, шаг за шагом, мы всё-таки приходим туда, куда зовёт наше сердце. Поэтому вот сначала я стала солисткой, а теперь наконец-то исполнила одну из ролей мечты. Пора намечтать что-нибудь новенькое. Надо, надо. Вот сегодня начнём, да? Намечтаем что-нибудь, и мы вам, и вы нам расскажете. А скажите, невозможного не бывает, да? Совершенно верно. Я считаю, что пока мы живём, мы можем сделать всё. Человек способен на всё. А мы благодарим вас за то, что вы нашли время, и невозможного не бывает. Мы заполучили вообще чудом вас сегодня в гости в эфир, потому что вы прилетели из Вены, спели травиату и опять улетаете. Да, так получается, что сейчас расписание достаточно плотное, много разных концертов и мероприятий. Вот в данном случае завтра я улетаю, чтобы сделать два важных прослушивания, пока не буду рассказывать, что к чему, но это задел на будущее, скажем так. Какие-то планы там у вас будут происходить? Юля, а вот как вы работали над этой ролью? Травиатия, Виолетта, Валерия, как погружались? Погружение происходило медленно и долго, потому что казалось, что вся музыка давным-давно знакома, и что тут взять ноты и, собственно, и петь ее. Но не так-то все и просто оказалось, потому как, во-первых, помимо того, чтобы выучить мелодии, вот как мы готовимся, артисты оперные, есть такое понятие, как впеть роль. Впеть, да. И вот впевание данной роли, по-моему, еще до сих пор происходит у меня, и я думаю, что будет еще некоторое время происходить. Поскольку, как я уже сказала, музыкальный материал, он очень многогранный. Вот за эти три часа, что длится спектакль, это целая жизнь. От того, как человек еще здоровый, полный сил, надежд, желаний, любви проходит путь до смерти, собственно говоря. И, конечно, все эти краски, чувства, пережить, это требуется довольно большая и психологическая подготовка тоже, помимо того, что мы музыкально должны следить за тем, что происходит там в оркестре, с дирижером и собственным голосом, но еще и психологически вот это развитие роли на сцене, переживать, проживать каждый раз. Это не так легко, это требует времени подготовки до спектакля и определенного времени после, потому как, пережив все, вот это вот не так легко отойти. А как вы приходите в себя после роли? Мне очень важно проговорить, обговорить это. Иногда это происходит даже несколько дней. То есть мне важно обговорить со своими близкими, родными, те, кто посещают мои спектакли, концерты, обговорить все маленькие нюансы, еще раз туда вернуться и, что называется, рефлексировать по поводу того, как это было. Вот так происходит процесс выхода. В принципе, вы человек, который опирается на такую энергетическую, дружескую поддержку окружающих. Да, абсолютно. Я не одиночка. Мне очень важно мое окружение, моя семья, мои близкие. Это моя поддержка, моя опора, моя стена вообще. И без них, наверное, не было того, что есть сегодня. Это очень важно. Это счастливые люди, те, у кого это есть. Вот история, которой будет посвящена вся наша неделя в рамках День добрых дел на радио Болтком, это история мамы, которая одна оказалась с ребенком... Невероятно сложная ситуация. У нее оказался... Да, у меня даже вот... Я не знаю, как говорить, путаюсь. У нее на руках оказался ребенок, о диагнозе которого даже не знаешь, какими словами рассказывать, потому что эти дети-бабочки, ну, как говорят, настолько нежные, прямо человек без кожи. А здесь в буквальном смысле эти дети остаются какими-то фрагментами без кожи. И там целая технология, как в этот момент нужно ухаживать, как нужно ухаживать за ребенком, чтобы этого не произошло. И самое психологически сложное, конечно, что мама осталась одна в ответе за этого ребенка. У нее, когда она рассказывала, если бы рядом была моя мама, то есть вот мамы уже нет на свете. И вот это, конечно, очень тяжелая история. И 9-3-0-6-3-8-4. Этот телефон будет работать всю неделю для трехлетнего малыша. Они живут в Риге. И это впервые в истории нашей программы мы не осмелились опубликовать фотографии. Да, за 4,5 года никогда у нас не было таких историй, потому что всегда глаза, всегда ребенок, всегда все видим. Но тут мы просим всех нас понять и понять эту маму, потому что не надо публиковать эти фотографии. И даже имя мы здесь не называем, но поверьте, что мы встречались с этой семьей. И действительно, помощь действительно очень-очень нужна. Это чудесная женщина. Она красивая, умница. Просто попала в тяжелую ситуацию. Вот сейчас нужно протянуть руку, нужно плечо подставить, и что-то начнет обязательно улучшаться в ее жизни. Ну, по крайней мере, будет ей легче, потому что самый сложный она первый, второй год. Вот это самое сложное, когда она еще самое главное, что она ничего не знала. Она нам рассказывает, я ничего не понимала, что нужно делать. Даже в больнице, куда ребенок попал с инфекцией, там ему стали делать укол, а при прикосновении кожа слезает просто с руки, потому что температура высокая. Вот он остается без кожи, там и сям. И она там и плачет, и никто не знает, что делать. И в марте, очень хорошая новость в этом есть, что в марте она поедет, наконец-то консилиум подписал, подтвердил, подписал документы, и она сможет поехать в Австрию, в австрийскую клинику, где именно занимаются такими детками-бабочками. И там ее научат, как обращаться, пройдет этот курс обучения, лечения, и, конечно, это будет легче. А так она в месяц уходит на обслуживание ребенка, более 700 евро. Это перевязочные материалы, специальные дорогостоящие пластыри, специальные памперсы, специальные препараты и мази. То есть там очень сложный процесс происходит. Эти детки-бабочки, конечно, это очень такая трогательная отдельная тема. А как чисто психологически, эмоционально мама это переживает, просто в голове не укладывает. При этом мальчик очень хороший, умный, улыбается. Он говорит, несмотря на то, что столько боли, он улыбается. И это моя радость, говорит она нам. И мы его ей верим. Да, это немыслимо, на самом деле, представить, через какую боль проходит маленький ребенок. Одно дело, конечно, понятно, состояние мамы, которая должна все это сама вытягивать. Вытягивать, но за что такому маленькому малышу, который, собственно, еще даже не видел в жизни, вот такие страдания, это абсолютно несправедливо. Я думаю, что мы, как люди взрослые, ответственные, можем посильно, если мы можем посильно помочь, мы, конечно, обязательно должны это делать. Потому как... Зачем тогда мы живем? Вот, это правда. Совершенно вот мы с вами согласны. И, ну, действительно, такие ситуации, они как-то проявляют. Понимаете, вот, Юль, иногда кажется, история одна, история другая. Это какой-то другой мир немножечко. То есть мы живем, у нас вот все как-то выстроено, построено. А рядом живут люди, которые в других совершенно обстоятельствах находятся. Иногда не пересекаются эти миры. Иногда пересекаются. Но если уж пересеклись, вот вы верите, что случайности не бывает? Я абсолютно в этом уверена, что все, что происходит, это закономерно. В определенные моменты жизни мы всегда делаем какой-то выбор. Иногда абсолютно неосознанный. Пойти направо или налево. Сделать так или иначе. Потом эти выборы влияют на нашу судьбу и на судьбу наших окружающих людей. Поэтому, конечно, ничто не проходит бесследно. Я как музыкант и артист всегда думаю о том, что высшая задача и цель нас, как деятелей искусства, есть нести какое-то добро, как-то спровоцировать людей думать о чем-то более высоком, более глубоком, более важном, чем вот эти наши обыденные заботы. Уйти от теминутного. Конечно, потому что, помимо того, что есть вот этот быт, рутина, есть еще очень важные такие глобальные понятия добра, человеколюбие, взаимопонимание, любви в высшем ее проявлении. Ирина, скажите, а вы ощущаете, вот вы спели партию свою, спели свою роль, вот спектакль закончился, вы ощущаете отдачу зрителей? Вы же отдаете им очень много, а обратно вы что-то получаете? Да, конечно. Есть такой момент, такой магический, волшебный, когда уже спектакль закончился, закрылся занавес, и ты уже выходишь на сцену не в роли, ты уже не Виолетта Валерия, это уже Юлия Васильева идет на поклон. И в этот момент аплодисменты зала, и ты смотришь в оркестровую яму, там стоят коллеги, которые тоже пережили весь этот спектакль, только по ту сторону сцены. Вот это и есть момент этой отдачи. А вообще-то самое главное, что берется оттуда, с этой сцены и из этой музыки, это то самое понимание, глубокое прочувствование вот этих вот жизненных моментов. Потому что пережить такую большую любовь, такие огромные чувства, смерть человеку доводится один раз в жизни. А здесь это можно пережить несколько раз, подумать об этом глубже и глубже. И тем самым как-то, может быть, и спровоцировать публику тоже думать об этом и жить с тобой. Ну, главное, по большому счету, все ваши роли, они какую-то несут любовь, понятие любви. И вот вы 14 февраля участвовали, по-моему, в концерте, да, «История любви». А расскажите, что вы пели там и где это было? Это был концерт в Англиканской церкви с замечательной органисткой Еленой Приваловой. У нас много сотрудничества получается. В последний год это очень успешное знакомство и приятное в личностном плане. Помимо нас двоих в этом концерте участвовал еще саксофонист Виталий Ватуля, который изначально учился в Москве, москвич, а сейчас живет и заканчивает учебу в Амстердаме. И эта программа была о любви. Юля, а как вы для себя вот определяете? Ну, все, каждый человек иногда думает, вот как бы я сформулировала, что такое для меня любовь, что такое для вас любовь? Вы столько оперных историй на сцене о любви пережили. Ну, это вопрос, конечно, не из простых, об этом можно, наверное, рассуждать пару часов как минимум. Но первое, что хотелось бы отметить, что я думаю, что любовь – это активная позиция. Это активное, в первую очередь, желание на следующей стадии и участие в развитии, в жизни этого человека. Быть с ним. Вот ты любишь, да. Не обязательно быть с ним. Иногда нужно не быть, чтобы это происходило. Таким образом разделить любовь к противоположному полу или к детям, или к маме. Вот она такая. Это желание добра, когда ты всем своим существом желаешь этому человеку самого наилучшего. И здесь собственный выбор человека и есть в том, что же нужно сделать, что же нужно предпринять, сказать, быть или не быть в этот момент. Да, очень важно. Вот так. Ну и вообще-то любовь – это есть проявление божественного среди нас. Это самое высшее проявление веры в Господа. И вот его абсолютное воплощение между людьми. Очень хорошие слова сказала Юля. Любовь – это желание добра, да. То есть послать какую-то любовь и добро, и чтобы этому человеку стало легче, теплее. И каждая наша программа, в общем-то, это тоже желание добра и призывание радиослушателей чуть-чуть остановиться и пожелать кому-то добра. В данный момент это история трёхлетнего ребёнка, это мальчик-бабочка так называемая. Наверняка все слышали этот фонд «Дети-бабочки» благодаря, ну как вру пространство на русском языке, благодаря актрисе Ксении Рапопорт, которая создала специальный фонд, который помогает в России. В России очень много этих детей, там около двух с половиной тысяч. У нас их четверо, и наш вот этот трёхлетний маленький мальчик самый тяжёлый случай из наших латвийских деток-бабочек. И если зайти на сайт фонда «Дети-бабочки», там сразу попадаешь на портрет Ксении Рапопорт, и стоит её цитата. Там есть рубрика такая «Письмо матери», и в этой рубрике есть реальная конкретная история, вот деток-бабочек. Вот Ксения пишет, если зайти на сайт фонда и прочитать хотя бы одно письмо матери, то дальше остаться хоть каким-то образом защищённым от этого невозможно. Но не могут люди, живущие рядом с нами, так страдать. Потому что это действительно и физически, и психологически сложная история, но не безнадёжная. Потому что при правильном подходе, при постановке диагноза, когда прописывается правильный уход, правильная медикаментозная терапия, ребёнок может жить и радоваться, и развиваться. В своих особенностях нормальная жизнь, потому что они умные, талантливые. Вот этот маленький мальчик, в три года, он знает два алфавита, он их лепит, эти буковки научился лепить из пластилина. Как только мы перестали бинтовать пальчики полностью, он лепит эти буковки, он знает цифры. Причём мама говорит, он лепит как сумасшедший, потому что у него до двух с половиной лет были забинтованы всё время ручки, чтобы не содралась кожа. И когда вот сейчас стало лучше, ему развязали, он начал мягким пластилином лепить. И он знает два алфавита, он любит петь песенки детские. Ну, в общем, очень замечательный мальчик. Вот единственное, что, конечно, нужна помощь. 930-6384, а счёт помощи, указы открытые в фонде Be Open, благотворительном, указан на сайте MixNews.lv в рубрике «Зелёная лампа» и на нашей страничке на Фейсбуке. А сейчас небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, мы скоро продолжим. Будем говорить о любви и о Чайковском. Мы продолжаем программу «Зелёная лампа». И сейчас в начале второй части быстренько хотим поблагодарить вас и рассказать об итогах прошлой недели. Оля, ты хотела сказать об итогах прошлой недели. На прошлой неделе мы помогали девочке Рути Рудзе, 11-летней Рути, послезавтра у Рудзе день рождения. И мы очень рады вам сообщить, что вот этот подарок для неё сделали вы, который она получит к своему дню рождения. Я хотела сказать, что вчера мы на сайте, мы ежедневно публикуем информацию, сколько денежек было собрано в день, сколько от звонков, сколько поступило на счёт. Вчера мы сообщили, что до того, чтобы закрыть проект, не хватает 1280 евро, чтобы девочка поехала в клинику, в Дармштадт, оплатить ортезы, это такие специальные поддерживающие устройства для ног, и спио-жилет, плюс дорожные расходы. Вот 1280 евро не хватало. И сегодня пришла информация, что собрано даже больше, чем нужно. То есть к проекту плюс 914 евро. То есть РУТА сможет получить ещё и курс занятий с реабилитологами, которые, когда будут готовы ортезы, будут учить её ходить. И у РУТА после завтра день рождения это прекрасный подарок случился благодаря нашим слушателям и читателям MixNews LV. Спасибо всем огромное. И было собрано для РУТА 5514 евро. На счёт поступило 3568 евро. Вот спасибо всем и каждому. И тем людям, которые делали звонки, звонков было, вот послушайте, 1557 звонков. Это полторы тысячи человек набрали этот телефонный номер и отправили не только евро 42 этой девочке, но и свою энергию, свою какую-то любовь. И спасибо вам огромное. От имени РУТА и от имени нас. Напоминаем, что у нас в гостях сегодня Юлия Васильева. Это прима нашей латвийской национальной оперы. Юлия, вот недавно буквально вы открывали дни Михаила Казинника. Это большое такое событие музыкальное, и музыкальное просветительское, скажем так, событие. И Михаил Казинник у нас был тоже в гостях в нашей студии. Он сказал, говорил о том, что музыка лечит, и целебная сила музыки не подвергается сомнению. Расскажите, как проходило это открытие, и что вы думаете о целебной силе? Ну, целебная сила в данном случае состояла в том, что это был такой форс-мажор практически, потому что наметили программу мы достаточно давно, договорились о том, кто что будет петь, и играть, но собрались для репетиции, и мы в день концерта. Так получилось, потому что накануне у меня был спектакль. Станислав, пианист, который концертмейстер, и сопровождал весь концерт, приехал только 25-го числа вечером, поэтому, собственно, 27-го был концерт, 27-го же мы всю программу и слепили, что называется. Я его слепила из того, что было. Ну, в данном случае успех, залог успеха в том, что всё-таки каждый знает, что он делает. Все профессионалы. Да, то есть мы собрались, обсудили какие-то нюансы, прошли всю музыкальную часть, и, конечно, Михаил Семёнович нам очень здорово помог с точки зрения литературного аспекта данного концерта. На мой взгляд, он получился очень удачным. Люди из зала подходили и благодарили. И, конечно, сама по себе музыка настолько душевная, настолько понятная и близкая, что, конечно, она уже делает свою работу. А что вы исполняли? Я исполняла сцену «Письма Татьяны» из оперы Евгения Онегина. Впервые на сцене. Прежде никогда её не пела, хотя училась, знаю, уже давно. Но очень хочется спеть ещё вот эту партию. Теперь я уже поняла, что это... Следующий шаг. Какой-то следующий шаг, да. Ну, может быть, не первый, но второй или третий обязательно. И у нас была ещё камерная программа романса и песни Петра Ильича Чайковского. Вот-вот-вот. И в данной ситуации, конечно, их очень много, этих романсов. Мы выбирали, и так уж получается, что мы с Артёмом Сафроновым это тенор, который также участвовал в этом концерте. Немножко пересекаемся в этом плане по репертуару. Мне довелось исполнить прекрасные романсы в таких светлых очень красках и чувствах. Потому что есть такие более тёмные, какие-то печальные, грустные романсы. А я выбрала именно вот светлые. Потому что я всё-таки считаю, что я певица, художник светлых красок. А вот вы говорите, даже у вас глаза светятся просто. Видно, да, те, кто будут смотреть видеозапись, посмотрят, что это правда. Вот такой вопрос. Этот год юбилейный, 180 лет Чайковскому. У вас какие-то личные отношения с Чайковским есть? Да, я очень люблю фортепианные произведения из времён года «Октябрь». Вот это мелодия, которую я иногда слушаю и очень многое думаю. Это музыка моих мыслей. Вот так. Юля, Михаил Козинник слушал вашу травиату. Да. И он написал, что лучшая травиата, которую я слышал в своей жизни. Как вы отнеслись к такой оценке? Ну, я думаю, что, конечно, Михаил Семёнович мне немножко льстил. И я уверена, что есть множество артистов, превосходящих меня. И я вообще не люблю сравнения, потому что в искусстве объективных критериев их очень мало. И не люблю, когда меня с кем-то сравнивают, потому как обладаю очень таким критическим взглядом на себя. И хочу, чтобы меня оценивали по моему искусству, потому что я делаю на сцене, а не по каким-то другим аспектам. Хотя они очень часто, особенно в наше время, выходят почему-то на первый план. За это я всегда борюсь, спорю, потом понимаю, что бессмысленно, но тем не менее. Мне очень приятна его такая высокая оценка. Они посетили спектакль вместе с Борисом, сыном Михаила Семеновича, и также с Станиславом. Так получилось, что за годы участия в этом фестивале, Дни Казинника, мы как-то подружились. Оказалось, что мы очень близки по нашим ценностям жизненным, каким-то взглядам на музыку, педагогику и публицистику также. В общем, было очень приятно, что на этот спектакль пришли мои такие близкие коллеги, и я получила, кстати говоря, не только позитивную, но и некоторую критику по поводу того, что стоит улучшить или на чем поработать в следующем разу. Так что в этом плане, я думаю, что это конструктивное общение, очень приятно, что так происходит. Давайте на мечта, помечтаем. Немножко сейчас... Вот вы пели в Думском соборе, вы поете на сцене наши оперы, вы поете в филармонии, в камерных каких-то там залах. Скажите, какой зал вот еще вас ждет? И пусть ждет. Давайте сейчас намечтаем. Ну, вы знаете, мне как-то не довелось петь в новых залах в Лепо и Цейсисе, в Энспилсе. Я не была в этих новых концертных залах. Редко у меня бывают вот именно концертные программы. Я ни разу не выступала на отреставрированном ВЭФе. Если говорить о наших, о латвийских залах, ну, конечно, мне хочется немножко проявить себя и на международной сцене. Я думаю, что постепенно к этому дело идет. Надеюсь, что это таки случится рано или поздно. Так что вот они мечты. Обязательно случится. А вот сколько женских образов вы уже через себя пропустили, спели? И какой, может быть, женский образ вам ближе всего? Ну, и на самом деле их было достаточно много. Они были разные и комические, и трагические, и очень реалистичные. Но вот из таких самых ярких, например, у меня в душе очень запал образ Джильды из оперы «Регалета». Потому как, с одной стороны, это молодая девушка, совсем молодая, но, тем не менее, обладающая очень сильным характером, решительным, которая решилась погибнуть за своего любимого человека. Это такой поступок не из легких. Конечно, партия Маргариты в опере «Фауст». это тоже отдельная тема, потому как есть драма «Фауста» в этой опере, а есть драма «Маргариты». И здесь тоже это было так представлено в режиссуре Айка Карапетяна, что просто спеть эту роль не получается. Это очень глубокая история. Дуна Анна. Дуна Анна. Это один из таких реалистичных персонажей, вот я сказала, что есть. Да, да. Сейчас этой весной мне предстоит вернуться в Донну Анну в новой постановке «Латвийская национальная опера». Она начнется буквально через пару недель. Уже приедет команда режиссеров, которая будет из Аргентины. Они делали нам уже на постановку «Свадьба Фигара», где я пела Сюзанну. И Донна Анна одна из вот этих женщин, Донна Жуана, которые подвергаются его манипуляциям. Собственно говоря, она я не совсем она, она не совсем я. Потому как в ней есть такой аристократический холод. Некоторая отстраненность и в вокальных партиях, и в характере в самом. Но эта роль очень интересная вокально. Она не такая простая и не так много певиц, которые могут справиться с ней. Поэтому в этом плане она мне очень интересна. И там есть, конечно, непонятная до сих пор для меня интрижка с Доном Оттавио. Очень интересно, как еще можно углубляться. как новые режиссеры будут таки трактовать ее отношения, поскольку она попадает, по сути дела, в любовный треугольник Дон Жуана, Дона Оттавио своего жениха. И, как известно, Дон Жуан убивает ее отца. То есть там такая история интересная. Интересно, как будут трактовать ее новые постановщики. Юля, а расскажите, пожалуйста, про вашу дочку Софию. О! Моя дочь София это маленькое чудо, которое появилось на свет уже почти 10 лет назад. Это абсолютно, не знаю, может быть, это отношение любой матери к ребенку, но для меня этот ребенок абсолютно необычный. Я работала в школе с другими детьми, но она в свои неполные 10 лет очень взрослый человек с совершенно критическим таким зрелым мышлением. в 5 лет она выбрала для себя инструмент скрипку. В 5 лет? В 5 лет. Мы посещали концерты в опере, она была собственно гостей на новогоднем концерте, я ее привела за сцену в оркестр посмотреть инструменты, ну и спросила, что бы ты выбрала из этих инструментов, она сказала вот это, вот эту, почему, потому что она королева оркестра, вот она в первом ряду сидит, первая скрипка, жмет руку дирижеру, конечно, вот кто главный, стало ясно. Нам надо такое. Да, и вот мы начали с 5 лет заниматься скрипкой, это очень непростой инструмент, и мы наверное когда начинали ни она, ни я, ни никто вообще из нашей семьи не понимали вообще на какой путь мы становимся, вот, но она поступила в школу Дарзиня, сейчас она учится в 3-м классе, вот только что участвовала тоже в конкурсе и стала обладательницей первой премии. Поздравляем. Спасибо. Мы очень ею гордимся и я думаю, что это тоже... Какой конкурс? Михаила Казинника вот восходящие звезды, который проходил в рамках фестиваля. Но на ее счету есть победа и в международных музыкальных конкурсах, то есть она в этом смысле очень такая титулованная у вас. Это да, мы ездили и в Копенгаген и здесь в Риге тоже участвовали в международных конкурсах, то есть конечно это неотъемлемая часть. Дело в том, что становление инструменталиста оно происходит гораздо раньше, чем вокалиста, поэтому многие пианисты и скрипачи уже 16-17 лет имеют мировую карьеру, это люди, которые ездят с концертами по свету. Вот в данном случае подрастает маленькая скрипачка София, которая очень заинтересована этим инструментом, в принципе музыка, ей очень нравится, ей нравится сидеть за фортепиано и что-то сочинять, свои какие-то мелодии записывать. Поэтому приятно, что ребенок пошел по стопам. Моим, кстати говоря, мой супруг тоже, он имеет отношение к музыке, в свое время закончил музыкальную школу, фортепиано занимается с ней именно он. Вот так. Музыкальная семья. Юля, раз у нас программа все-таки благотворительная и мы говорим о важности помочь человеку, когда он попадает в беду, У вас есть опыт участия в благотворительных концертах? Да, и если кто-то из организаторов может быть благотворительных акций в данный момент слушать передачу, то я хотела бы сказать о том, что я всегда открыта к любым предложениям такого рода, потому как считаю, что все-таки главная задача искусства это нести добро людям, а не приносить прибыль исполнителю. Поэтому у меня нет каких-то принципиальных взглядов на условия участия в определенных проектах или гонорарах. Если мне интересна музыкальная составляющая часть, если я могу быть там полезной, я чувствую, что я на своем месте, если команда, которая все это делает, представляется тоже надежной и интересной, то я готова на любые предложения, так всегда было, есть и будет. Напоминаем, что у нас в гостях сегодня Юлия Васильева, прима нашей латвийской национальной оперы, и мы говорим, она помогает нам включать зеленую лампу для маленького трехлетнего малыша, у которого очень тяжелое с рождения генетическое заболевание, это генетическое заболевание, оно называется, таких детей называют дети бабочки, болезнь проявляется в том, что очень ранимая кожа у ребенка, она может лопнуть и сойти с руки, с ноги, с тела, при любом неосторожном прикосновении, как крылышко бабочки хрупкое, и собираем мы сегодня деньги, просим вас сделать звонок или перечислить по возможности какую-то сумму на счет этой маленькой семьи мамы и ее трехлетнего сына, для того, чтобы немножечко помочь маме. Мы говорили, что более 700 евро стоят в месяц расходы на специальные пластыри, специальные мази, перевязочные материалы для средства для обработки кожи, и где-то на 400 евро помогает фонд детской больницы, оплачивает пластыри дорогостоящие, остальное маме приходится самой доплачивать, но главное даже не в этом, дело в том, что она просто одна с этим ребенком, и иногда она просто целыми днями не может выйти, даже не имеет возможности его оставить и куда-то выйти по каким-то важным делам, просто даже передохнуть. И мы очень хотим ей помочь и нужны средства для того, чтобы оплатить услуги няни, ассистента, которая могла бы приходить ей на помощь. И это, в общем-то, дорогостоящие такие услуги, потому что здесь нужен не абы какой человек, а специально обученный, имеющий опыт ухода за такими тяжелыми детками. И стоит это в месяц где-то минимум 380 евро, а на год получается большая довольно сумма 5800 евро. И в благотворительном фонде Be Open открыт счет помощи маме. Вот с этой недели заключен официальный юридический договор, и каждый ваш звоночек будет плюсоваться вот к этому счету помощи, и в течение года с этого счета будут оплачены перевязочные материалы, пластыри и услуги няни несколько часов в неделю. Но эти несколько часов в неделю просто позволят маме, знаете, сохранить психическое здоровье, потому что это такое напряжение, что там... Ну и ответственность, и физическое, и эмоциональное. Да, реально можно сойти с ума. Но мама умница, красавица, и малыш шустрый, веселый, с чувством юмора, и нам кажется, что все будет нормально. Она немножечко, если она почувствует, что есть поддержка, ее на самом деле подружки с жутким трудом уговорили обратиться за помощью. Она очень-очень стеснялась, не могла переступить через такой вот этот барьер. Но в принципе при правильном уходе, и если использовать грамотно специальные материалы, мази, и врачи будут рядом, то и мама, и ребенок получают шанс на нормальную жизнь, ну вот с некоторыми ограничениями. И подробную историю вы можете прочитать на сайте mixnews.lv в разделе «Зеленая лампа». Наша программа подходит к концу. Мы напоминаем телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек. И наш вопрос к нашей гости Юлии Васильевой в конце программы. Скажите, пожалуйста, что-то очень важное нашим радиослушателям. То, что они должны, с каким настроением они должны послушать и идти дальше, доживать этот день сегодняшний, проживать этот день сегодняшний и завтрашний. Да, на самом деле очень важно, несмотря на то, что происходит вокруг, в мире, сейчас это паника с коронавирусом и все вот это сохранять такое внутреннее спокойствие, ощущение того, что все хорошо, что все будет в порядке, не паниковать и жить какими-то простыми, но очень добрыми ценностями, хорошими отношениями, улыбкой, добрым словом. Вот то, что делает маленькими фрагментами большую, добрую, хорошую жизнь. Она состоит из маленьких кусочков, складывается в большую картину, и если все эти маленькие кусочки светлого цвета, то и картина будет такая. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Зеленая лампа очень ярко горела сегодня, нам кажется. Спасибо за приглашение. И мы желаем вам самых лучших известных сцен, покорения этих сцен, отличных зрителей. И спеть Татьяну в Евгении Анекине. Будет? Спасибо большое. Будем ждать. Всего хорошего. До встречи через неделю. До свидания.